Существует красивая легенда, что в личном деле партизана Михаила Дуки есть всего две записи – красноармеец и генерал-майор. Рассказывают, что в сентябре 1942 года он вошел в кабинет Сталина для доклада в ранге обычного командира партизанского отряда, а вышел у лужи генералом. Еще до войны Михаил Ильич Дука служил в армии политруком, но в 1937 году попал в репрессии, был уволен со службы и арестован. Правда, срока избежал, так как злоупотреблением служебным полномочиям, по которому ему шили дело, не было доказано. После освобождения весной 1938 года на военную службу Дука не вернулся и некоторое время работал на Брянском мясокомбинате. В первый день войны Михаил Добровольцем отправился на фронт, правда, до него не добрался. Его назначили руководить эвакуацией промышленным предприятием Брянска. После была короткая служба в городском истребительном батальоне, а в августе, пройдя предварительное обучение в школе разведки под руководством Ильи Старинова, Дука был зачислен в партизанский отряд и отправлен в тыл противника для разведки и проведения диверсии. С брянским партизанским отрядом, а позже бригадой имени Кравцова, Дука и наводил шороху во вражеских тылах. На боевом счету подразделения 1750 уничтоженных солдат и офицеров противника, множество пленных, среди которых старшие офицеры и генералы, 17 разгромленных вражеских гарнизонов, 72 пущенных под откос эшелона, 57 взорванных железнодорожных и шоссейных мостов, десятки успешных операций на приеме у Сталина. Осенью 1942 с группы партизанских командиров, среди которых, в частности, был и знаменитый Семен Кавпак, Дука был вызван в столицу для участия в совещании о широком развертывании партизанского движения. Дважды он побывал на приеме у Сталина. И это говорит о том, что сам отец народов прислушивался к советскому и опытному Дуке. За отвагу и героизм, проявленный в партизанской борьбе в тылу противника немецких захватчиков, в сентябре 1942 года Дука был удостоен звания Героя СССР, а несколькими днями позже получил и звание батальонного комиссара, что соответствует майору. Второй раз в Москву Михаил был вызван с середины сентября 1943 года. За прошедший год на его счету было немало успешных операций. В частности, брянскими партизанами удалось сорвать карательную операцию вермахта «Цыганский барон», выйти из окружения, уничтожив почти 4000 гитлеровцев. При этом пополнив свои ряды без малого тысячи перебежчиков. За это, а также за то, что своими диверсиями за несколько месяцев парализовал ЖД движения вермахта на Брянском направлении, Дука получил звание генерал-майора. Видимо, тут и вышла некая путаница. Два вызова в Москву, оба в сентябре 1942 и 1943 года, оба с награждениями и повышениями звания. Да и сами звания майор и генерал-майор, неопытный человек, незнаком с армейскими регалиями, вполне мог бы перепутать. А дальше и разнеслась по интернету. Впрочем, от майора до генерал-майора все же на самом деле немалый путь, как и от красноармейца до майора. Так что эта неточность нисколько не принижает достоинства Михаила Ильича. В 1944 году он был переведен командующим в РКК. Отличился при форсировании реки Шперре. На московском параде победы 24 июня 1945 года именно Дука нес символические ключи от поверженного Берлина.